Нас снова сдувает порывами витра. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok По-быстрому занесла все мои укорененные черенки в теплицу. Здесь хоть немножко, но можно находиться без ветра. Конечно, почищенные, снова пыль на них надула. На градуснике у нас 10 утра плюс 30. Я собираю все горшки, которые от глоксиней выращивания были. И теперь нужно сложить по коробочкам и убрать. Такие коробочки. Конечно, сушь огромная в теплице. Тут вообще нет никакой влажности. Хотя вот дня 4 мы назад все поливали. Проливали здесь, чтобы была влажность. Но пока заходить не вижу смысла. Вот на этом градуснике плюс 32. Короче, и тут пылюки тоже хватает. Получается от ветра закрыть только на ночь. А на день, конечно, тут нельзя. Если все закрыть, все двери и окна, то будет еще гораздо жарче. Но ничего, с этим мы справимся. Нужно будет помыть. Сейчас буду поливать в поддончик. Все черенки поливаю через поддон. Вот такие замечательные, уже хорошие кустики. Сделаю предложение и обязательно предложу, что есть в наличии. Все, что я мыла на улице, это оказалось бесполезным. Снова вот такая вот пыль громадная. Ну просто кто-то говорит, что как хорошо на улице, да? Но не в нашем регионе и не в этом году. От святой Зевса. Красотища. Прям как гвоздики огромные. Хорошо цветет, сорт классный. Там красота, красота есть. Теплица 34. Совсем жарко. Помыла всю теплицу. Будем снимать сетку притеняющую. А сюда сейчас агроспан натяну. Потому что в нашем регионе без агроспана никак. Солнечные дни и тут просто будет пекло. Агроспан плотный. Это пятидесятка, даже шестидесятка, наверное. Плотненький. Руку еле-еле видно. Мои пыльные красавицы. Вот такие. Мои пыльные красавицы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...